Обычно вера шароверов держится на телевизоре, в котором показали шарообразную землю. Также многие в это верят, потому что когда еще вы были детьми и толком ничего не соображали, нам навязывали эту идею в школах. Как сказал Гитлер, если говорить ложь довольно часто и много, то люди в это поверят. В этом видеоролике я предоставлю 50 доказательств, что земля не шарообразна. И прежде чем делать поспешные выводы, досмотрите это видео до конца. На этом видеоролике вы можете увидеть Джорджа Буша-старшего, которого завозят в Центр управления полетами на каталке. А в это время все происходит в жанре голливудского кино. Здесь можно заметить, как актера снимают на синем фоне, который сначала жонглирует микрофоном, потом он жонглирует с зеленым мячиком, зеленый фон мячика заменяет на воду, которая движется в воздухе, а потом заменяет его синий фон, иногда фон зеленый, и актер превращается в космонавта. В 1986 году при взлете в космос космический корабль взорвался, а с ним и семь астронавтов. Эти кадры тогда заставили весь мир замереть от ужаса. Как оказалось, что это всего лишь хорошо срежиссированное шоу. Шесть из семи астронавтов до сих пор живут и здравствуют. Михаэль Смит даже не стал менять свое имя. Работает преподавателем в университете. Ричард Дик Скоби тоже не стал менять свое имя. Работает шефом одной серьезной компании. А двое другие астронавтов выдают себя за братьев-близнецов. Рональд Найер и Энисон Анизука. Женщины Челленджера тоже живы. Обе преподают юриспруденцию в университетах. Жудит Резник и Шелрон Аулицей. А седьмого астронавта пока еще не нашли. Американские астронавты установили флаг на поверхности Луны. Но на Луне нет атмосферы. А если нет атмосферы, то и ветра быть не может. Но на официальной съемке видно, как полотно флага движется под воздействием ветра. На фотографиях на Луне следы от ботинок астронавтов получились очень четкие и глубокие. Но на Луне нет воды, а обезвоженная почва не может сдерживать форму. Астронавты ходили по Луне в резиновых ботинках. Температура на Луне колеблется от плюс 120 до минус 150 градусов по Цельсию. Резиновые ботинки просто бы расплавились. А материал, который не плавится, стали использовать аж 20 лет спустя после полета на Луну. Нельзя было заснять реальное открытие Нилом Армстрингом люка спускаемого корабля на Луне. По той же причине просто невозможно было заснять спуск Армстринга на Луну по лестнице из корабля. По телевизору нам показывают спутников. А кто их фотографирует? И кстати, это официальный снимок СССР. То же самое можно сказать и о космонавтах. Кто их там на Луне снимал? На этом фото четко видно, как на шлеме астронавта отражаются еще двое его коллег. Но на поверхности Луны больше двух астронавтов никогда не было. А вот еще один фейл. Опа! А кто-то там за шатом спрятался. Это что? Астронавты такие крутые, что в космос без скафандра выныривают? Каких только цирковых представлений не бывает в космосе. Вот американские космонавты направляются к лунному модулю. У космонавта на груди два лейбла, слева и справа. И на скафандре белый шланг. Астронавты подошли к автомобилю, который подвезет их к стартовой площадке. На автомобиле тоже стоит лейбл. Далее идут кадры того, как пассажиры выходят из грузовика. Но где же лейбл на автомобиле? И почему на ходящем астронавте шланг стал черным и куда исчез второй лейбл на скафандре? Ни у кого из астронавтов на скафандре нет второго лейбла. Затем они взлетают на Луну и на скафандрах появляется два лейбла. На Землю было доставлено 382 килограмма лунного грунта. И образцы грунта американского правительства были подарены разным странам. После химического анализа эти камни оказались земным базальтом. Фрагмент лунного грунта, хранившийся в Голландском музее, оказался куском окаменевшей древесины. Одного советского космонавта после полета унесли на носилках. Дело в том, что он простоял 6 суток неподвижно и без туалета. А другие космонавты после 8 суток, сидя неподвижно и без туалета, они вышли из корабля без никаких носилок. Идут себе, как будто ничего не было. Вы когда-нибудь задумывались, куда исчезают звезды в космосе? Дело в том, что когда они рисовали горизонт, они, наверное, забыли нарисовать звезды. Либо они забыли включить лампочки. А почему из космоса не видно самолетов, которые пролетают над Землей? Между прочим, в сутки происходит около 100 тысяч пассажирских рейсов. Если посмотреть в Википедию, то вокруг Земли якобы вращается 15 тысяч спутников. Если мы сложим 15 тысяч спутников со 100 тысячами пассажирских рейсов, которые летают ежедневно, то мы получим около 115 тысяч искусственных летательных аппаратов, которые ежедневно пролетают над нашими головами. Если сюда еще добавить вертолеты, если добавить учебные полеты, если добавить спецрейсы, военные самолеты, воздушные шары, дирижабли, то мы получим 200 тысяч летательных аппаратов, которые ежедневно кружатся над нашими головами. Но нет ни одного видеоролика, где был бы запечатлен хотя бы один объект, хотя бы один самолет. Сейчас вы увидите фотографию Земли с официального сайта НАСА. На этом снимке можно увидеть просто идентичные куски неба. Один кусок вырезали, вставили другой. Рисунки совпадают четко на 100%, и произошло это путем копирования и вставления. Почему Луна часто освещается со стороны противоположной нахождению Солнца? Наблюдая за лунными циклами, я всегда удивлялся. Почему Луна освещается таким образом, как будто Солнце светит с другой стороны? Иногда бывает так, что Луна освещена сверху, а Солнце опускается за горизонт. Или спутник подсвечен справа, а светило находится слева от него или наоборот? Откуда Луна берет свет? И почему она, по словам исследователей, не дружит с геометрией? Луна является светильником, как и Солнце, и ее главная функция – освещать ночью. Если вы залезете на какую-то вершину, на гору или башню, то вы никогда не увидите полукруглого горизонта. Горизонт всегда будет ровный. А сейчас вы можете посмотреть вид из самолета. И линия горизонта то плоская, то вогнутая, то выпуклая, то полукруглая, то шарообразная. Все в зависимости того, какое положение занимает объектив. Похоже, что у солнечной батареи такой же изгиб, как и у Земли. Эффект искривления Земли называется рыбий глаз. На этих официальных кадрах космоса наблюдаются пузырьки воздуха. У космонавтов, то есть у водолазов, еще много подобных ляпов. Пузырьки появляются только в том случае, если это снималось в бассейне. Или, например, вот этот космонавт, который загадочным образом исчезает. Вот посмотрите, пожалуйста, может быть он привидение, что ли? А у этого космонавта исчезли ноги. А кто там на заднем фоне катается на канатах? Теперь понятно, как они создают невесомость. А это корабль Илона Маска. Интересно, что в космосе бегают крысы. Расстояние России 5900 километров. А расстояние Африки 7400 километров. Если вы думаете, что Африка маленькая, то вот так она выглядит по сравнению с Америкой. А сейчас вы видите два официальных снимка НАСА с Земли. На снимке 2012 года Америка просто огромная. А Америка 2013 года значительно уменьшилась в размерах. Астронавты также утверждают, что соорудили целую базу на Марсе. Но мы их сейчас разочаруем, потому что они никуда не летали. Сейчас вы видите официальную фотографию НАСА, якобы сделанную на Марсе. И прям точь-в-точь такой же пейзаж находится в египетской пустыне. Настоящая съемочная площадка Марса находится в Канадской Арктике, на самом большом и необитаемом острове, именуемом Дивон. Этот космический Голливуд идеально подходит для марсианских пейзажей. Самолет отталкивается от воздуха, машина отталкивается от земли, лодка отталкивается от воды. А от чего отталкивается шаттл? Если будешь много врать, вырастешь, станешь астронавтом. А это Путин с плакатом «Земля плоская». Но это, конечно, шутка. Вдова легендарного режиссера Стэнли Кубрика в рамках фильма «Темная сторона Луны» В этом интервью вдова заявила, что ее мужа пригласили снять фальсификацию после успеха его фильма «Космическая Одиссея». Логотип Организации Объединенных Наций представляет карту плоской Земли. Люди, которые контролируют земной шар, используют карту плоской Земли в своих логотипах. Вращение Земли составляет 465 метров в секунду. Что превышает скорость пули, выпущенной из пистолета Макарова. Вот так дым себя ведет на поезде, движущемся со скоростью 50 км в час. А дым на недвижущемся объекте ведет себя так. Хотя земной шар вращается со скоростью 1675 км в час. Однако, они нашли отговорку, что шарик вращается со всей атмосферы, вместе с людьми и спутниками, которых бы снесло. При взлете в космос, шаттл оторвается от гравитации. Оторваться от гравитации еще возможно. Но приземлиться обратно на Землю будет просто невозможно, ведь Земля вращается со скоростью пули. В атмосфере нет вакуума, а за пределами атмосферы существует вакуум. Кто-то мне объяснит, как это возможно. Один из законов физики, что вода всегда находится ровно по уровню. Но этого не может быть на изогнутой Земле. Кстати, на этом снимке Земля получилась полуквадратная. Линза камеры была полуквадратная, поэтому и Земля получилась полуквадратной. Так как тогда держится вода на поверхности Земли? Представьте, что монетка это Земля, а вода это океаны. Как думаете, сколько капель вместит в себя монетка? Благодаря поверхностному натяжению, вода крепко вцепилась в монетку. А на этой маленькой монете вместилось 60 капель воды. Но как держится вода на глобусе? Вы задумывались, почему небо синего цвета? Купол над Землей наполнен водой, а вода синего цвета, поэтому небо синего цвета. Путешествие вокруг Земли не означает, что Земля шар. Если Земля шаробразная, то из-за искривления Земли мы не сможем увидеть удаляющийся объект на другом конце. Но если поверхность воды ровная, то мы сможем увидеть объект на противоположном конце берега. На этом видеоролике четко видно скрывшийся корабль, и это доказывает, что искривления Земли не существует. Но если Земля была бы шаробразная, то корабль скрылся бы за горизонтом. Чем ниже влажность воздуха, тем дальше мы можем видеть. И наоборот, чем выше влажность воздуха, тем больше возникает искажений в нашем поле зрения. Кстати, на этом видео виден противоположный берег, что было бы невозможно, если бы Земля была шаробразна. Представьте, что стакан это корабль, а ножик это волны. Сейчас корабль виден полностью, корабль уплывает. И теперь мы либо вообще его не видим, или видим его только верхнюю часть. И создается впечатление, что стакан ушел за горизонт. Хотя, как сами видите, стол абсолютно плоский. Или, например, 13 октября 2015 года. Во время полета из Тайвани в Лос-Анджелес, женщина начала рожать. Пилотам пришлось совершить аварийную посадку. Как вы думаете, где они приземлились? На Аляске. Если бы Земля была шаробразной, они бы никогда не приземлились на Аляске. Потому что, согласно этой карте, они проделали большой путь в сторону до Аляски, вместо того, чтобы долететь в Лос-Анджелес. Почему они приземлились на Аляске? Потому что, если вы посмотрите на карту плоской земли, вы увидите, что Аляска находится как раз на прямой линии между Тайвани и Лос-Анджелесом. А вот еще одна похожая ситуация. Чтобы полететь с Южной Америки в Австралию, нужно лететь через Северную Америку, вместо того, чтобы полететь напрямую по Тихому океану. Но если посмотреть на карту плоской земли, то Северная Америка находится на прямой линии между Австралией и Южной Америкой. То же самое история и с этим полетом. Однажды я летел из Москвы в Нью-Йорк. И меня удивляло то, зачем мы летим над Исландией и Гренландией. И полет получается кривой. Но если посмотреть на карту плоской земли, то полет из Москвы в Нью-Йорк над Исландией и Гренландией получается абсолютно ровный. Когда в Гренландии 5 часов 22 минуты, на Фольклендских островах тоже 5 часов 22 минуты. Гренландия находится вверху земного шара, в то время как Фольклендские острова находятся внизу земного шара, как нам говорят. И эти два места находятся на совершенно разных полюсах. И одинаковое время было бы невозможно, если бы земля была шарообразная. Но если посмотреть на карту плоской земли, то видно, что Гренландия и Фольклендские острова освещаются одновременно, поэтому и время одинаковое. Это Нью-76 МДК. Самолет российского агентства Роскосмос, служащий для воссоздания условий невесомости. В ходе полета где-то раз в минуту, примерно на 25 секунд возникает невесомость. Вот так проводится полет в космос. Занятия на вид забавные. А в это время в углу стоят операторы, которые снимают во время невесомости. Слово «планета» имеет свой тайный смысл. Приставка «пла» означает плоскость. Например, платформа, ровная поверхность, планка, планшет. Насколько я знаю, шарообразных гаджетов еще не забрели. Пластинка имеет круглую и плоскую форму. Плакат – плоское изображение. Планиметр – прибор для измерения плоскостей. Во всех словах приставка «пла» означает плоскость. И слова «планета» и «планетари» тоже означают плоскость. Посмотрите на лунный модуль. Вас не удивляет то, что он сделан из самой обычной фольги. Абсолютно все съемки космоса являются фальсификацией. В космос никто никогда не летал. Да и вообще космоса не существует. А здесь видно, благодаря чему актер висит в невесомости. Еще одно доказательство того, что Земля плоская. Ютуб массово удаляет видеоролики про плоскую Землю. И в интернете остаются только самые необосновательные аргументы. Поэтому, возможно, удалят и это видео. Для того, чтобы это видео попало в рекомендации, и чтобы этот видеоролик увидело как можно больше людей, поставьте лайк этому видеоролику, подпишитесь на канал и напишите ваше мнение в комментариях. А также вы можете поделиться с этим видеороликом, чтобы как можно больше людей узнали правду. А первыми животными, которые облетели Луну, стали черепахи. В космосе уже побывал целый зоопарк. В космосе уже побывал целый зоопарк. И, наконец, контейнер с животным приводнился посреди океана. После полета Хэм ушел из космонавтики навсегда и стал кинозвездой. Жизу! 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 А я зав pinpoint полета нее к вам! Жизу! 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 Жизу, за свя sponsвей county. Жизу нет! Жизу servi. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok